Сергей Фомичев. Марсианская крыса. Часть первая. Начало. Гидросамолет заложил вираж, и Валерий Константинович Никитин, прильнув к окну, увидел остров. Он, похожий на зеленую лужайку, вдруг напомнил Никитину пасеку. Тростниковые хижины с высоты казались ульями, а за дом пасечника вполне сходило трехэтажное бетонное здание клиники. Островок этот не входил в ожерелье карибских жемчужин, воспетых авантюрными романами и путеводителями. Здесь не нашлось ни удобных бухт, ни роскошных пляжей, негодных для разработки месторождений гуано. Табак и тростник росли плохо, а местных жителей-колонизаторы издревле считали слишком ленивыми и предпочитали экспортировать живой товар из Африки. Когда европейские нации дрались за каждый клочок Вест-Индии, этот остров обходили вниманием. А когда пришло время обмена политических векселей, он без труда получил независимость. С независимостью, впрочем, мало что изменилось. Ни бухт, ни пляжей, ни рентабельных залежей гуано на острове не появилось. Мало что изменилось и с тех пор, когда лет 15 назад Никитин наведался сюда с рекогностировкой. «Крокодил не ловится, не растет кокос», — вывел Валерий Константинович печальную туземную парадигму. Местные боги много раз пытались начать историю с чистого листа. Раз в три-четыре года на остров налетал один из знаменитых именных ураганов и сносил все подчистую. Пальмы разлетались, как семена одуванчика. Еще раньше взмывали в небеса хижины, чтобы просыпаться щепками где-нибудь над Кубой или Флоридой. Только старая голландская крепость и клиника напору не поддавались и продолжали торчать якорями ландшафта. Потом ураган уходил, тростниковые хижинки вырастали заново, и жизнь продолжалась. «Уф, а к вам не так просто попасть. По четвергам самолет с Арубы, по понедельникам с Кубы. Не слишком оживленная трасса». Доктор разглядывал Никитина, а вернее его костюм, словно щупая глазами материал, из которого тот скроен. И, похоже, размышлял, поддержать ли приветливый тон или добавить голосу строгости. «Клиенты предпочитают пользоваться личными самолетами или яхтами, а местные жители довольствуются катерами». Ответил он нейтрально и жестом предложил гостю сесть. «Понятно». Никитин сел в кресло. «Но с моей яхтой вышла накладка, ее не успели построить». Видимо, с яхтой он пошутил неудачно. «Работой с клиентами занимается менеджер». Строгости в голосе доктора чуть прибавилось. «Я только врач, но мне доложили, что у вас особое предложение». «Да, особое. Я привык иметь дело с медиками, а не с менеджерами, равно как предпочитаю наличные, а не карточки». Никитин щелкнул замками дипломата и выложил на стол 8 банковских пачек 100-долларовых купюр. 80 тысяч баксов. Сумма значительная, но не чрезмерная. Здесь случались клиенты и побогаче. Случались. Последние годы, однако, таких становилось все меньше. ФБР взяло клинику под негласный контроль, надеясь отловить заметающие следы криминальный элемент. Но как раз для него-то, для криминального элемента, операция «Бюро» секретом и не являлась. А самый жирный клиент, не терпящий суеты и огласки, отсюда ушел тот час. В Азии теперь открывалось достаточно фирм, соблюдающих инкогнито клиентов, чтобы рисковать репутацией под носом у штатов. Никитин был прекрасно осведомлен в местных делах и потому предложил доктору ровно столько, сколько посчитал достаточным. «Звон Гульдена – это звон наших цепей», как заметил некогда Кервин. Но Гульден ушел в историю и теперь можно сказать, что шелест долларов – это шелест нашей удавки. «Никакого криминала, доктор», – заверил Никитин. «Надеюсь». Врач откинул крышку шкатулки. «Хотите сигару?» «Спасибо, не курю». Никитин принюхался. «Кубинские?» «Разумеется, здесь табак растет плохо, но местные парни придумали хитрый бизнес. Они контрабандой доставляют сигары с Кубы, меняют ярлыки и продают как свои собственные. У нас тут каждый второй промышляет подобным образом. Труда почти никакого, что весьма устраивает наш ленивый народец. И власть закрывает глаза на нарушение эмбарго? Эмбарго противоречит нашим идеалам. Кубинцы называют свою страну «островом свободы». Они неправы. «В Карибском море каждый клочок суши — это остров свободы. Только одни отдают предпочтение травке, а другие строят социализм. А у вас процветает свобода медицинских услуг». Вернулся Никитин к делу. «Это так», — согласился врач, окинув взглядом пачки банкнот. «Пластическая хирургия?» «Не угадали», — улыбнулся Никитин. «Трансплантация». «Вот как». Доктор еще раз посмотрел на пачки долларов, но уже с сомнением. На серьезную операцию суммы явно не хватало. А зачем-то попроще не было смысла лететь на далекий остров. «И что будем пересаживать?» «Аппендикс». «Шутите?» «Ничуть. Вы пересадите мне аппендикс и получите 80 тысяч. Операция несложная, так что, думаю, мы сговоримся». Доктор еще некоторое время изучал клиента и в конце концов пришел к мнению, что тот вполне серьезен. «Все же не вижу смысла», — произнес он задумчиво. «Нет, чисто гипотетически можно предложить пару версий. Аппендикс, по некоторым новейшим данным, регулирует иммунную систему человека, по крайней мере, влияет на нее. Но даже если эта гипотеза верна, в чем у меня лично имеются серьезные основания сомневаться, но, допустим, то пересадка у органов все равно ничего вам не прибавит». Выдвинув витиеватый тезис, доктор победоносно посмотрел на клиента. «А чего же?» — поощрил продолжение Никитин. «Чтобы трансплантант не оторгался организмом, вы вынуждены будете употреблять иммунодепрессанты, а значит, подавлять тот самый иммунитет, который желаете культивировать», — заключил доктор. «Таким образом, игра не стоит свеч, не говоря уж о риске, пусть и минимальном от самой операции и риске куда большем от обладания аппендиксом. Перитонит, знаете ли, никто не отменял». «Превосходно!» — оценил мысль собеседника Никитин. «Но вы упустили еще одну гипотезу, доктор, мотив, если можно так выразиться, психологического свойства». «Вот как?» «Да. Скажем, таким образом, я врачую комплекс неполноценности. Знаете, невриятно чувствовать себя ущербным, без полного комплекта органов, так сказать. «И все зубы у вас на месте?» — усомнился во встречной версии доктор. Никитин широко улыбнулся, показав комплект превосходных зубов, но улыбка вовсе не избавила хозяина кабинета от сомнений. «Признаюсь, вы сумели меня озадачить». Он повертел пальцами ручку и вернул ее на место. «Теоретически мы можем пересаживать все, что угодно, за исключением, конечно, головного мозга. Но на практике дело ограничивается двумя десятками позиций. Понимаете, в цивилизованном мире считается неэтичным трансплантировать органы, которые не являются жизненно важными. Поэтому я и выбрал вашу клинику и ваш остров. Ведь вы этим занимаетесь, правда? Или мне дали неверный адрес? Иногда». Доктор потер подбородок, затем решился. «Что ж, ваших денег вполне хватит на операцию, и я готов за нее взяться. Остается решить вопрос с донором». «Нет, это, конечно, не сердце и даже не почка, и любой из островитян согласится расстаться с ненужным отростком за скромную сумму. И все же потребуется время и дополнительные расходы». «Времени у меня нет», – отрезал Никитин. «Я рассчитываю успеть до кубинского самолета. Но все остальное пусть вас не беспокоит, доктор. Материал для пересадки у меня с собой». «С собой?» – кивнул тот растерянно. «Да». Никитин выложил на стол контейнер. «И еще, иммунодепрессанты нам не потребуются». «Нет, не потребуются», – подтвердил Никитин. «Все нужные бумаги с отказом от ваших медикаментов я подпишу, так что никакие претензии вам не грозят. Да их и не будет, вы уж поверьте». «Доктор сдался. Он лишь заглянул в контейнер, но даже не стал расспрашивать, что за чудодейственная среда использована для хранения трансплантата. «Тогда не будем терять время и приступим к осмотру», – он показал на ширму. «Прошу». «У вас тут портрет Че Гевары», – заметил, раздеваясь Никитин. «Увлекаетесь или так просто?» «Он врач», – ответил доктор. «Впрочем, точно такой же портрет висит в кабинете начальника местной тюрьмы». «У команданта было много профессий», – согласился Никитин. Исполосованный шрамами живот клиента в очередной раз поставил врача в тупик. «Вы что же, каждый год пересаживаете себе новый аппендикс?» «Вроде того», – ухмыльнулся Никитин. «Добавьте еще один шрам, доктор, и мы разбежимся, довольные друг другом». «Ну уж нет, обойдемся без эдакого варварства». Аленка грустила. Тут ведь дело простое. Не нужно быть Нострадамусом или сказочным Мерлином, чтобы прочитать по звездам или в пламени свечи ее будущее. Такового у нее попросту не было. Как ни выискивай на ночном небе нужную искорку, как ни усматривайся в пляску огня. Ничего. Ни единого просвета, никаких шансов, сплошная тоска, долгая, тягучая, а в конце, скорее всего, одиночество. Денис все чаще засматривался на девиц, и даже двигая по тротуару ее инвалидное кресло, задерживал взгляд на обтянутых джинсами попках, на оттопыренных кофточках, на красивых мордашках. Денис, конечно же, не признается в этом даже самому себе. Пока что он чувствовал себя героем, и окружающие как могли поддерживали этот образ. Парни хвалили соседи, ставили в пример учителя и уважали одноклассники, считали джентльменом, рыцарем, эдаким ланцелотом нашего времени. Все это были детские игры, а они, как известно, кончаются внезапно и навсегда. Тем не менее, Аленка была благодарна ему. Большинство подростков-инвалидов обучалось на дому или в специальных интернатах. Первые страдали от одиночества, вторым его не хватало. Вернее, их одиночество становилось коллективным. А что тут лучше, что хуже, спорный вопрос. Она получила отсрочку. Денис на время вытащил ее из этого ада. Он взял на себя каждодневный труд заходить за ней по утрам, привозить в школу, перевозить из кабинета в кабинет, возвращать домой и сидеть вместе с ней вечерами за домашним заданием. Она осталась в этой жизни, зацепилась за кромку бездны. Надолго ли? Шесть лет минуло, и вот пошел седьмой, последний. С окончанием школы Денису придется сделать выбор, и Аленка не сомневалась, каким он будет. Даже если его не загребут в армию, он выберет нормальную жизнь, нормальную семью. Ей не будет там места. Иногда ей хотелось подкатить к краю крыши или перемахнуть через ограждение балкона, закрыть вопрос одним коротким полетом. Вот только не находилось удобных для инвалидов подходов к пропасти. «Опять полезешь в свои коллекторы?» Спросила Аленка, стараясь говорить, как всегда, спокойно и ровно. «Я ненадолго», — заверил Денис. «Выходные и все, подработаю немного и вернусь, а тебя подлечат тем временем». «Подлечат, конечно. Будут пытать гимнастикой, химией, электричеством, прекрасно зная, что прежде всего ей нужна операция, а без нее от реабилитации нет никакого толку. Но на операцию требовались средства, причем средства немалые, и хорошие врачи, и оборудование, а потому и проводили такие операции в другой клинике. Но выплаты за реабилитацию по медицинской страховке хотели получать здесь и сейчас. И таких, как Аленка, безнадежных клиентов на учете стояло великое множество. И все знали о мошенничестве, но молчали. Те, кому позволяли средства, давно убрались из города, остальные смирились. После курса они всегда покидали больницу измученными, но еще никто не выходил исцеленным. Денис едва успел на вокзал к московскому поезду. Чтобы не толкаться на узкой платформе среди встречающих, он уселся на лавочку. Состав ворвался на станцию на полном ходу и останавливался резко со скрежетом, подчиняясь чужой воле неохотно. Вздрогнув, он замер, но электрические потроха локомотива гудели, давая понять, что остановка не будет долгой. Московский поезд стоял здесь всего две минуты. Пассажиры поспешно выгружались. Встречающие, родственники и знакомые выхватывали приезжающих их вещи из тамбора, работая со слаженностью портовых грузчиков. Большинство тут же спешило к подземному переходу. Поезд дал гудок и плавно тронулся. Платформа быстро опустела. Лишь человек лет 30 остался стоять. Выглядел он скорее крепким, чем пухлым, хотя нюансы комплекции скрадывала просторная одежда. У его ног лежала большая серая сумка, вроде тех, что используют бойцы иностранного легиона. И какую можно носить и в руке, и на плече, и за спиной на манер рюкзака. Денис поднялся с лавочки. «Вы Михаил Черноусов?» «Да», — ответил тот, протягивая руку. «Меня зовут Денис». «А что, краевед сам встретить не смог?» «Я и есть краевед», — улыбнулся Денис. «Это с вами мы пересекались на археологическом форуме». Черноусов смерил его взглядом. «Я представлял себе мужика посолидней, что ли. Эти сетевые аватарки сбивают с толку». Денис пожал плечами. Он и сам рассчитывал встретить сверстника, ну или парня чуть старше. Ему казалось, что в 30 лет лазить по коллекторам и канализации как-то нереспектабельно. «Уж Денис точно не будет. Еще год-два поводит туристов по местным клоакам, скопит денег и откроет бизнес». Какой именно он еще не решил? Что об этом заранее думать? На какой денег хватит, такой и откроет. «У меня есть время до понедельника», — сразу предупредил Денис. «Успеем осмотреть все, а если повезет, то пробьемся через перемычку». «Тогда не станем медлить», — Черноусов подхватил сумку. «И давай на «ты», что ли, а то неудобно как-то». Они не стали спускаться в подземный переход, а дошли до конца платформы и по дощатым мосткам перебрались на асфальтовую дорожку, идущую параллельно магистральным путям. Город, спланированный некогда как компактный рабочий поселок, не удержал заданной градостроителями формы и с годами сильно вытянулся вдоль железной дороги. Тяга к инфраструктуре победила архитектурный план. Они прошли через пустующие пагаузы станции, долго шли по каньону новых микрорайонов, подступающих к путям почти вплотную, наконец, миновав мост, вышли на пустырь, отделяющий от города промзону. Полоса отчуждения напоминала саванну с песчаными холмами и чахлой, протравленной токсичными выбросами растительностью. Ближе к заводским корпусам зелени становилось больше, но, несмотря на одичавшие и разросшиеся цветники, Денис ощутил привычный, слегка кисловатый привкус кирпичной пыли и старого железа. Шершавые от ржавчины котлы, колонны, фермы, градирни, развалившиеся кирпичные корпуса, дымоходы, трубы. Все это было скреплено трубопроводами, шито кабелями и проводами, связано переплетением рельсов, транспортных лент и асфальтовых дорожек. И ни единого человека вокруг. Даже сторожа, все еще числящиеся в штатах обокротившихся предприятий, старались не показывать носа. Здесь хорошо было бы снимать фильмы в жанре постапокалипсиса и сильно сэкономить на декорациях. Денис как-то даже попытался выйти на киношников, но выяснил вдруг, что те предпочитают на туре пластмассовые декорации модных дизайнеров. В чем тут крылся подвох, он так до конца и не разобрался, но подозревал, что дело в деньгах. Вместо режиссеров ему удалось заинтересовать журналистов, всевозможных черных копателей, туристов, ищущих экстремальных ощущений. В Японии нашелся даже целый клуб чудаков, любящих побродить по индустриальным руинам. Странно, но именно японцы оказались ближе Денису по духу, чем журналисты, верстающие ко всему идеологическую подоплеку, или тот же Черноусов. Охотник за артефактами советской эпохи. Японцы ничего не искали, никого не клеймили, а просто наслаждались пейзажем. Они знали толк в индустриальной эстетике и готовы были платить за удовольствие. Жаль, Япония далеко, и клиенты оттуда добирались редко. Мрачно. Сделав несколько снимков на портативную камеру, оценил пейзаж Черноусов. И что, все заводы стоят? Несколько предприятий работают, но не в этой части города. Здесь стало все намертво. Восстановлению не подлежит. Теперь этот хлам даже не охраняют. Кое-что народ растащил на металлолом. Однако силенок у людей на все не хватило, а поставить дело на широкую ногу не нашлось вожака. Вход в подземелье скрывал один из разрушенных дымоходов. Собственно, лаз этот не являлся входом. Просто систему вентиляции секретного объекта строители вывели к дымоходу обычной котельной. Пока она работала, никому и в голову бы не пришло совать сюда нос. Но завод умер, котельная встала, а кирпичная кладка завалилась как раз там, где открывался колодец. Черноусов достал из сумки комбинезон, каску с диодным фонариком. Еще один фонарь, обычный, был привязан шнуром к рукаву. Затем из сумки появились кошки, карабины, несколько мотков веревки, альпинистская страховая система, противогаз. Буржуйская экипировка тянула на кругленькую сумму, и скорее всего, те две сотни баксов, что Черноусов заплатил за услуги, были для него мелочью. Денис остался в джинсах и брезентовой куртке, и всего снаряжения при нем был лишь перочинный нож и фонарик. Старый, в помятом алюминиевом корпусе, но надежный. Вентиляционный колодец, снабженный шатающимися проджавленными скобами, закончился в небольшой комнате. Сюда еще доставалось пролома света, образующий в центре столб искрящейся пыли. Вокруг столба на бетонном полу лежал пружинный матрас, подушки и валики от старых диванов, одеалы и тряпье, натасканные бомжами с ближайшей помойки. Вместо стола несколько ящиков, прикрытых истерзанной ножами клеенкой. На ней одноразовая посуда с какими-то ништяками, пустая бутылка агарок свечи. Запах стоял ужасный, но самих обитателей не было. Сейчас они пасутся на городской свалке, возвращаются последней электричкой, нам они не помешают. Надеюсь. Не очень уверенно заявил Черноусов. Им пришлось еще раз спуститься по какому-то колодцу и пройти длинным и узким коридором. «Вот, собственно, и заслонка», сказал Денис. Коридор перекрывала железобетонная плита. Три дня назад она была сплошной и на взгляд Дениса непробиваемой, но теперь в ней зиял неровный пролом с торчащими, как зубы, в чудовищной пасте кусками арматуры. «Не думал, что бомжи проберутся так далеко. Обычно их устраивает комната наверху, там проходит паропровод и тепло зимой». «Тем лучше», сказал Черноусов. «Меньше работы, хотя они могли истянуть что-нибудь интересное». На взгляд Дениса ничего интересного, кроме двух запертых железных дверей в лаборатории не нашлось. По крайней мере, ничего такого, что можно загнать ценителям раритетов или о чем можно хотя бы написать на форуме. Старый компьютер, занимающий целую стену, пустой шкаф, несколько столов из нержавейки, горка пластиковых кюветок в пересохшей ржавой раковине. Лабораторная посуда превратилась в груду битого стекла, аккуратно сметенную кем-то в угол, да так там и оставленную. Однако клиент выглядел довольным, снимал на камеру каждую вещицу, каждую надпись, повздыхал у компьютера, так и не дерзнув прикоснуться к его пыльным клавишам, а затем долго и сознанием дела изучал нечто похожее на распределительный щит. Смотри-ка, они задействовали систему уничтожения. Он показал отверткой на кабель. По идее, здесь должно было выгореть все, бетонная заслонка упала, как и положено, но огнемет почему-то не сработал. Огнемет? Зачем тут огнемет? Удивился Денис. А знаки биологической опасности по-твоему для красоты нарисованы? Биологической? А я думал, это яды так маркируют. Не знаю, у нас сроду ничего биологического не производили. Профиль наших заводов химия. Чистая, незамутненная чертова химия. Ну, я тебе так скажу, атомные станции, радиоактивные отходы, все это ерунда в сравнении с активной органикой. Химических заводов гораздо больше, за ними хуже присматривают, и что тут может образоваться, никто не просчитает. Уже, значит, не зря съездил, кивнул Черноусов. В архивах поискать нужно будет, но шансов мало, раздербанили архивы. А вот с местными старожилами поговорить, кто здесь раньше работал, пожалуй, будет не лишним. Если застанешь, кого живым, пожал плечами Денис. У нас до пенсии мало кто доживает. Из-за химии? Спросил Черноусов. Из-за химии тоже, кивнул Денис. Но большей частью из заводки спивается народ потихоньку. Ладно, махнул рукой Черноусов. Посмотрим, куда ведут эти двери. Думаю, отсюда должен быть нормальный выход. Не по вентиляции же люди на работу ходили. Замки на дверях отсутствовали, ни скважины для ключа, ни щелочки для магнитной или перфорированной карты. Ручек или хотя бы углублений каких-нибудь не наблюдалось тоже. А петли, если и предусматривались конструкции, то надежно скрывались в массивной стене. Но, скорее всего, двери были сдвижны с электрическим или пневмоническим приводом. Отожмем. Решил Черноусов и вытащил из сумки что-то похожее на домкрат. А знаки биологической опасности тебя не пугают? Осторожно спросил Денис. Хрен его знает, что здесь намутили. Вирусы какие-нибудь или оружие бактериологическое. Вот же, блин, нашли место для опытов. Очко играет. Есть немного, признался Денис. Он и впрямь нервничал, а когда Денис нервничал, его пробивало на болтовню. Так что, пока Черноусов расковыривал стену, надеясь подобраться к запорному механизму, он слово за слово выложил клиенту все, что думал о нынешнем бедственном положении провинции в целом и родном городке в частности, упомянув и о роли в его упадке столичного бизнеса. Местных выдавили совсем, все магазины наши московские шишки держат, прибыль на месте выкачивают, а налоги платят столице. Ширпотреб, дрянь, продукты, дерьмо. Вместо колбасы шнягу какую-то вонючую продают, а ту, что на нашем комбинате делают напротив, Москву вывозят камазами. Камазами? Переспросил Черноусов, который как раз сунул руку в дыру по локоть и, повернув лицо, поймал взгляд Дениса. А раньше что по-другому было? Да так же и было, согласился Денис Подумов. И в советское время колбасу вывозили, а народ за ней потом в Москву ездил поездами. Загадка даже такая ходила, длинная зеленая колбасой пахнет. Сам-то я мало что помню, но помню, как отец приносил с завода продуктовые наборы. И мать радовалась им, словно подарком новогодним, а в магазинах-то пусто было. Черноусов пытался что-то нащупать в дыре, но судя по часто меняющимся точно в калейдоскопе гримасом получалось у него не вполне. Денис между тем продолжал грузить москвича историями и фольклором бедной провинции, так что вскоре тот не выдержал. «Слышь, краевед!» — позвал он сурово. «Что?» «Ты бы помолчал минут пять. Мне сосредоточиться, надо разобраться, а то заладил, понимаешь, про колбасу». «Я тебе не сталкер, а философии размышлять!» — огрызнулся Денис. «Читал?» Голос Черноусова потеплел. «Смотрел?» — возразил Денис. С первой дверью они провозились до позднего вечера. Стену пришлось изрядно разворотить, чтобы найти, за что зацепиться. Затем Черноусов достал баллончик с волшебной жидкостью ВД-40 и изрядно палился вокруг. После десяти минут ожидания домкрат легко отжал дверь. В нос сразу ударил резкий кислотный запах. Комната оказалась совсем крохотной, скорее кладовка, чем комната. Вдоль стен стояли узкие стеллажи, их покрывала какая-то слизь, начинающаяся под потолком и перетекающая с полки на полку медленно, словно фантастический глетчер. Достигнув пола, слизь подсыхала, превращалась в стеклообразную массу и хрустела теперь под ногами. «С потолка капает», предупредил Денис, посветив фонариком. «Похоже, наверху проел отстойник сорокового завода». «Сорокового?» усмехнулся Черноусов. «Ну да, так его и называли», подтвердил Денис, не находя в номере завода ничего смешного. На одной из полок под слоем слизи стояли две дюжины небольших пластмассовых коробочек. Большинство было вскрыто, опрокинуто на бок, но несколько штук оставались нетронутыми. Черноусов достал резиновые перчатки, натянул их неспешно, подкрутил фонарик на каске, фокусируя луч и осторожно снял одну из коробок. Крышка открылась легко, стоило лишь надавить на выступы по бокам. Внутри в полупрозрачной вязкой жидкости плавало нечто похожее на большого червя или личинку. «Формалином не пахнет», сказал Черноусов, подгребая воздух к носу ладонью. «Больше на спирт похоже, но запах слабый, да и густовато оно для спирта». «Заспиртованный червяк», предположил Денис. «Хочешь попробовать?» улыбнулся Черноусов. «Китайцам нравятся такие штучки, змеи, личинки, червяки. Говорят, свойства у них целебные. Чем противнее выглядит, тем значит целебнее». Дениса передернуло. «У меня не болит ничего», сказал он. «Пожалуй, возьму пару штук для анализа». Решил Черноусов и тут же принялся засовывать коробочки в сумку. «Есть у меня, знаешь ли, приятели, которые в таких вещах разбираются, посмотрят, проверят, что за тварь такая». Лечебный массаж был единственной приятной процедурой во всем садистском курсе реабилитации. Правда, ноги почти не чувствовали пальцев массажиста, но хоть спина расслаблялась по-настоящему. Если бы не осмотр лечащего врача, Аленка записала бы вечер в актив, но визит доктора оставил чувство брезгливости. И его улыбка, и его голос, а главное сам осмотр. Вот же извращенец, что за страсть такая к инвалидам? Переведя дух, Аленка прикатила в холл. Всякий раз к вечеру здесь собиралась целая толпа пациентов, и они долго спорили, какой из сериалов смотреть. Аленка сериалы не любила, и обычно уезжала в палату после того, как народ приходил к компромиссу. Сегодня, однако, холл оказался совершенно пустым, и сделать выбор предстояло ей самой. Эта возможность неожиданно поставила ее в тупик, так что, немного подумав, она просто включила телевизор, не выбирая канала. Из вечерних новостей Аленка узнала, что встречаются на свете люди, которым куда хуже, чем ей. Бомжа не убирали с улицы двое суток, пока об этом безобразии не сообщили в репортаже городских новостей. Тогда, в сопровождении съемочной группы и милиционера за ним наконец приехали. На видеокамеру точно мотыльки на свет слетели с детишки, быстро подтянулись окрестные бабушки, готовые бесстрашно обличать и власть, и бомжей, а также припомнить все прочее, что наболело за долгие годы. Скоро возле лежащего бомжа собралась внушительная толпа. Однако, рядовой сюжет, призванный показать безответственность городских служб, вылился в настоящий кошмар. Труп при ближайшем рассмотрении оказался живехоньким, настолько, что выйдя из комы или в чем он там находился, бомж прямо перед телекамерой разорвал санитару горло, причем сделал это голыми руками, словно какой-нибудь элитный спецназовец. Он уже пошел на журналиста и оператора, толпа в ужасе бросилась в разные стороны. Но тут на сцену вышел милиционер и пристрелил безумца единственным точным выстрелом. Дрожащим, но хорошо поставленным голосом репортер сообщил, что санитар до сих пор находится в реанимации и его состояние врачи оценивают как критическое. Труп странного бомжа отправлен в морг второй городской больницы, а храбрый милиционер представлен начальством к поощрению. Аленка выключила телевизор и поежилась. Морг располагался в соседнем здании, она даже смогла бы увидеть его из окна, если бы отважилась посмотреть. Она набрала номер Дениса, но его телефон оказался вне зоны доступа. Так часто случалось, когда тот бродил по своим любимым коллекторам. Она опять задумалась о том, что будет, когда он уйдет от нее. Вот так примерно и будет, некому успокоить, просто выслушать. Она останется один на один со своими страхами, страхами куда большими, чем свихнувшийся бомж. Ночью Аленке снились кошмары, змеи нападали на нее, она не могла убежать, спрятаться, и Дениса не было рядом. Операция прошла быстро и без осложнений. Доктор почти не разговаривал, сосредоточенно ковыряясь в брюхе, словно стахановец в угольном пласте, а Никитин отгороженный белой занавеской воображал ход операции, ориентируясь по толчкам, так как все прочие ощущения отсекал фильтр местного наркоза. Потом Никитина отвезли в палату, напоминающую гостиничный номер люкс. Темнокожая, но явно не местная медсестра открыла шкафчик, жестом показала на пижаму и тапочки, затем указала на кнопку вызова на чемоданчик Никитина, поставленный возле кровати, сунула в руку пульт видеосистемы. Отдыхайте! То ли пожелала, то ли приказала индианка на английском. По единственному слову, Никитин не смог определить ее национальность, уловить акцент. Но это было не важно сейчас. Когда сестра вышла, он нашарил рукой дипломат, достал шприц и, стянув колпачок зубами, вколол себе транквилизатор. Он мог бы ему лишние расспросы и объяснения, да и свое зелье как-то надежней. Неизвестно, как поведут себя новомодные щадящие препараты, не пощадят ли они вместе с доктором Джекилом и мистером Хайда. Риск невелик, конечно, с каждой пересадкой адаптивный период становился короче, а эффект от шока слабее. Но все же ему совсем не улыбалось превратиться даже на время в маньяка берсерка и переломать в гостеприимной клинике мебель. Он заснул с улыбкой на лице. Ему снился Марс. Денис всю ночь проворочился на лабораторном столе, скармливая исходящему от железа холоду то один бок, то другой. А про себя ругал клиента, который не захотел возвращаться для ночевки на поверхность. Сам-то Черноусов устроился в пуховом спальнике, изъятом из бездонной сумки, а Денису в качестве одеяла и простыни пришлось довольствоваться брезентовой курткой. Помимо холода жутко раздражал запах. На ночь они закрыли дверь в комнату со слизью, но вентиляция здесь не работала. И ядовитые испарения продержались до самого утра, когда их заглушил наконец запах кофе из термоса и аромат разогреваемой на спиртовке тушенки. Черноусов готовил завтрак. Он вообще оказался обстоятельным парнем этот Черноусов. Все-то у него имелось под рукой, все-то он предусмотрел, прихватил. И не самоделки какие-нибудь времен массового туризма и песнопений возле костров. Вещицы все больше дорогие, компактные, функциональные. Одно слово — пижон. Вставай, краевед, умываться тут нечем, воды в кране нет, лапкой разве как кошка, зато пописать можно в любом углу, выбирай, какой больше нравится. Пока не завтракали, москвич поделился планами. Вскрываем вторую дверь, сказал он, за ней обязательно должен быть выход. Или другие помещения, возразил Денис. Кто его знает, что тут за лаборатория была, может, они целый город подземный заложили. Так это же еще лучше, не унывал Черноусов. Всегда хотел найти что-нибудь грандиозное. Уже имея кое-какой опыт, со второй дверью справились быстро. Разбили стену, приладили домкрат, плеснули на ржавчину чудодейственной жидкостью ВД-40. Дверь отошла, и они увидели комнату. Слизь сюда не проникла. Лучи фонариков выхватили сухой потолок, голые стены, и еще одну запертую дверь, расположенную напротив. Однако пройти к ней они не решились, посреди комнаты на спине лежал человек. Вернее, труп с порванным горлом. Он выглядел свежим, во всяком случае разложение еще не тронуло кожный покров. Так, Черноусов сунул руку за пазуху и вытащил пистолет. Влипли. Кто-нибудь из твоих знакомых бомжей? Знакомых? Я с ними особенно не общался. Денис смотрелся в опухшее лицо покойника. Нет, не припомню что-то, но как бомжи могли проникнуть сюда, дверь-то была закрыта и приржавела? С той стороны, других вариантов нет. Походу, придется сообщить в органы. Вот еще, фыркнул Черноусов. Но мы оставили тут кучу следов, если не сообщим, подумают на нас в первую очередь. Кто будет проводить серьезную экспертизу ради какого-то бомжа? Спросил Черноусов, указав на труп пистолетом. Кто вообще полезет в эту дыру, если мы никому не скажем? Так что, сваливаем? Да, эх, жаль, всего не увидели. Только убери пистолет, а то ты так водишь стволом перед носом, что мне не по себе становится. Дверь открылась. Ну-с, успел сказать доктор, потирая руки в подражание старорежимным коллегам из кинофильмов. Аленка нанесла удар ногой, эдак в духе и технике Брюса Ли. Техники не хватало, конечно, зато духа было в избытке. Доктор ударился спиной о косяк и повалился на Аленку. Она отскочила, давая телу упасть, затем злопнула его. Похотливый козел слишком часто задерживал руки на ее бедрах. А бедра так как налились, чудеса, аж кожа потрескивает от напряжения, да и не только бедра, все в рост пошло, как на стероидах или на дрожах, диво-дивное. Несколько минут Аленка стояла посреди палаты, прислушиваясь к звукам вокруг и к ощущениям внутри себя. Затем, перешагнув аккуратно через доктора, выглянула в коридор. Столик дежурной медсестры пустовал. Неужели ведьма успела сбежать? Жаль, личный счет еще не был закрыт. Откуда-то из глубины коридора долетел крик. Аленка улыбнулась, узнав противный голосок. Глупая женщина больше не станет задавать тупых вопросов. Впрочем, не только она, крики раздавались и сверху, и снизу. Затрещало дерево, грохнуло и зазвенело стекло, захрустело под чьими-то каблуками. Послышались удары, невнятные мольбы, неразборчивая ругань. Аленка терпеливо прохаживалась возле палаты, дожидаясь, пока веселый шум погрома выльется за пределы корпуса, и только тогда отправилась гулять по затихшим коридорам. Она упивалась движением, послушанием сочленений, мышц, отзывчивостью нервов. Ей хотелось летать, и в сущности она летала, если сравнивать нынешние возможности с прикованным коляске телом. Раньше такое случалось с ней только во сне. «У вас в городе что, революция?» спросил Черноусов, рассматривая из укрытия сожженный автобус, разбитые витрины магазина и человеческие тела, лежащие на мостовой и тротуарах. «Революции делаются у вас в столицах», пробурчал на автомате Денис. «А в нашей провинциальной нищете может быть только бунт, бессмысленный и беспощадный». Они укрыли за кирпичным забором, символически отделяющим промзону от жилых кварталов и раздумывали, как поступить. Попадать под раздачу желания не возникало, а спросить, что к чему было некого. Ни милиция, ни пожарные, ни скорая помощь не спешили на помощь пострадавшим. Не было видно ни телевидения, ни любопытствующих толп, никого. Минут десять они решали, как поступить, идти дальше или вернуться к сороковому заводу и пробираться вдоль железнодорожных путей к вокзалу. И уже было собрались возвращаться, но, к счастью, как раз в этот момент за забором послышались торопливые шаги. «Эй, пацан!» окликнул Денис семенящего мимо школьника. Тот вздрогнул, замер, присел от испуга даже, но все равно повернулся на голос. «Что тут случилось?» Денис свесился через забор и постарался выглядеть приветливо. «Монстры!» Ответил парнишка. «Вы что, телевизор не смотрите?» «Не смотрим. Постой, какие еще монстры?» «Мутанты, зомби, маньяки, не знаю!» Парнишка честил и постоянно озирался. «Нападают на людей и рвут почем зря, а если кого, не дай боже, подранят, тот вскоре сам превращается в монстра. Все как положено, люди прячутся по домам, бегут, но город окружили войска и никого не выпускают». «Ты часом новости с боевиком не перепутал?» Выглянул из-за забора Черноусов. «Поди кнопку на пульте, не ту нажал». «Да пошел ты!» Ругнулся на него парнишка и побежал дальше. Денис вспомнил об Аленке, попытался дозвониться, но неудачно, связь отсутствовала. Черноусов достал свой телефон, но и тот не отозвался. «Веселое дело», сказал «Москвич». «Ты как хочешь, а я пробиваюсь на вокзал и валю из вашего гостеприимного городка». «Как? Тебе же сказали, город окружен войсками, никого не выпускают». «Ты поверил пацану?» «А с этим как быть?» Денис показал на трупы разбитые витрины и сожженный автобус. «Так может, нам и монстров теперь бояться?» «Я бы не пренебрегал». Они добрались до вокзала почти без происшествий. Пистолет Черноусова здорово выручил их на первых парах. Улицы и скверы превратились в поле битвы. Собственно, стычек они не застали, но их следы в виде трупов, разграбленных магазинов и сожженных машин попадались часто. Встречались мародеры, волокущие куда-то коробки с бытовой техникой и узлы шматьем. А на полпути им пришлось засесть сошедшим с рельсов трамваи и отбиваться от толпы подростков, внезапно выкатившие из-за угла хрущевки. Черноусов выстрелил в воздух для страстки, но, получив в ответ пивной бутылкой по голове, разозлился и стал целить по ногам. Не попал, зато убедил в серьезности намерений. Толпа откатилась так же внезапно, как до этого и напала. Похоже, подростков не настолько заинтересовала пара прохожих, чтобы рисковать шкурой. «Просто очередной триллер Родригеса», произнес Денис. «И телефон не работает, черт! Я бы мог запросто продать видео какому-нибудь телеканалу». «Не похожи они на монстров», подумал вслух Черноусов. «Ни зубов, ни когтей, ни тупые, как зомби, обычные гопники, только что крыша поехала». Но и у гопоты крыша никогда и не отличалась особой прочностью. На вокзале они нашли наконец обычных людей, много людей, гораздо больше, чем мог бы собрать обычный пассажиропоток. Сотни перепуганных жителей пришли сюда в надежде покинуть город, да так тут и остались. Поезда отменили, междугородные автобусы не отправлялись тоже. Но народ не расходился, вместе казалось не так страшно. К тому же на привокзальную площадь вскоре начали сбрасывать с вертолетов продукты и воду. Здесь они смогли прояснить более или менее обстановку, особенно и расспрашивать не пришлось. Все и без того обсуждали лишь одну тему, но то, что говорили беженцы, плохо укладывалось в голове. Репортаж о странном бомже, который порвал санитара прямо перед объективом телекамеры, смотрели в городе почти все, и многие считали именно этот эпизод отправной точкой последующих событий. На следующий день монстры, рвущие прохожих в клочки полезли отовсюду. В городе началась паника. Мэр попытался сбежать, но не успел. Его машину едва не раздавил выехавший на дорогу танк. Воинских частей в окрестных лесах было больше, рыжиков, и город быстро оцепили плотным кольцом пикетов. Областные власти объявили карантин и чрезвычайную ситуацию. Федеральные власти присматривались к ситуации. Однако ни врачи с мобильными госпиталями, ни отряды спасателей, ни следователи на улицах так и не появились. Внутрь кольца вообще никто не входил. Первый раз, что ли? Усмехнулся какой-то мужик. Ждут, когда само все закончится, а тогда придут героически доставать из-за развалин трупы. Кроме монстров в городе орудовали мародеры, активизировались уголовники и молодежные уличные банды. Последние сбросив оковы надзора больше сражались друг с другом, припоминая старые счеты. Жгли покрышки и мусорные контейнеры, как это теперь принято в цивилизованных странах. Машины тоже жгли, выкатывая на проезжую часть. Бессмысленные баррикады, означающие границы влияния той или весь город. Мобильная связь не работала, обычный телефон не давал выхода на межгород, хотя внутри города звонить пока было можно. Интернет отключили вовсе, автомобильные радиостанции глушили, но сведения из внешнего мира поступали как прежде. Телевидение и проводное радио вещали в обычном режиме, и то, что звучало в эфире, совсем не радовало людей, которые вдруг оказались в центре внимания мировых новостей. Власти представили дело как эпидемию, звучали заверения, распоряжения, проводились заседания, создавались комиссии. Из захваченного безумием города все это выглядело грубым враньем и попыткой избежать ответственности. Конец первой части. Продолжение смотрите на канале Люцифер. Ссылка в описании и закрепленном комментарии.